22-го высоковека у церковным календары день 40 покутников, а у народа означают 40, по сути, приход весны. Мавляу на 40 покутников день с ночью меняется, зима кончается, весна начинается. Ясно, это святоптучих, жауроков, которые вертались домой и приносили весновое на дворье. У сороки проводили шмат обрадов и назирали за природными изъявами. До народных традиций долучились и выхованцы детячих осадов номер 35 Могилёва. Весёлые прыгожие в народных строях с кветковыми венками и паперовыми птушками. Миновата таксу строкали весну наши протки. Свято сороки тому и лечилася вельми важным. Бозьяго починался поворот на новый астрономичный год. Для чего вы танцевали, пель? Весну гуками. А для чего ещё нужно звать весну? Чтобы всегда не было зимы и было тепло. Чтобы весна пришла к нам с подарками. Каких подарков от весны ждёшь? Чтобы солнце светило и дети не болели. А я хотела, чтобы все люди были не голодными. А весна как-то помогает быть всем людям не голодными? Ну, овощи на грядке вырастают. По святу сороки мерковали пронадворье на весну и лето. Коли изранится был морозец, то такие дни будут ешье 40 разов. А коли шмат птиц прилетало, то рыхтовались до ранней теплыни. Им очень интересно. Они запоминают, спрашивают у родителей. Мы проводим все народные праздники, все народные обряды. Соблюдаем все традиции. Детям это очень нравится. Родители очень довольны. Ведётся также работа с родителями. Если нужна какая-то помощь, то они с радостью оказывают эту помощь нам. Белорусские песни оказались надзвыше весёлыми и запальными. Дети не могли усядеть на мессы. До этого обрада долучились все. И, как говорится, топни наша ножка. Катярина Градницкая, Александр Тарасов. Новины региона.